Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейс начинает свою программу. Сегодня понедельник, 22 число, 22 августа, и в Чикаго это время 8 часов, в Москве 16 часов, на восточном побережье это Вашингтон, Нью-Йорк, 9 часов утра, ну а Калифорния еще рановато, 6 часов утра. Мы начинаем свою программу, это тройное W sungatesradio.com, это наш скайп, по которому можно задавать вопросы, оставлять замечания, комментарии и так далее. sungates108. Вопросы у нас поступают по скайпу, на которые сегодняшний гость, а по понедельникам в это время мы встречаемся с профессиональным астрологом Андреем Бухариным, руководителем школы астрологии. Андрей, добрый Вам день! Майкл, добрый день, уважаемые радиослушатели! Sungates Radio! Да, рад Вас наблюдать на нашем экране, как всегда выглядят здесь все хорошо, бодры, так сказать. Ну, день у Вас в разгаре, уже ближется даже, можно сказать, к завершению, у нас только утречка, утречка, начало. Благодарю! В здоровом теле, здоровый дух! Правильно! В прошлой программе мы сказали, что Вы бегаете, правда только 8 марта, но тем не менее. Нет, я сейчас стал регулярно этим заниматься, и очень хорошо себя чувствую, действительно, когда в тонусе находишься. И всем желаю здоровья, заниматься спортом, скажем так. Да. Ну, вот, до того, как мы перейдем конкретно, да, к астрологии, поскольку тема сегодня, естественно, беседуя с астрологом о астрологии, все-таки давайте и я тогда сделаю некоторую ремарку, прежде чем мы приступим к программе. Ну, во-первых, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, формат этой программы, это не интервью. Конкретно с астрологом Андреем Бухариным, как и с другими людьми, это беседа. Это беседа, ну, можно сказать, почему беседа, поскольку, ну, я тоже немножечко разбираюсь и в теме тех, скажем, направлений, в которые мы общаемся. Поэтому уже не судите строго, если там, скажем, я какую-то занимаю часть времени в эфире, ну, вот такой у нас формат программы. Если как-то что-то, в общем-то, ну, пожалуйста, у Андрея Бухарина есть свой собственный сайт, где он очень много сделает программы на YouTube, и с ними можно ознакомиться. Это первое. Второе. Ну, мнение есть мнение, и, так сказать, на всех радиостанциях предполагается делать такое, по-настоящему называют дисклеймер, о том, что радиостанция не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласна с их мнением. Поэтому, как, понимаете, астрология, это же не предсказание, а это прогнозы. Поэтому прогнозы, они с достаточной долей вероятности могут сбываться, а могут и не сбываться. Вот этим и отличается от гадания. Ну, вот такая короткая преамбула, а теперь мы можем перейти к нашей теме. Андрей, мы с вами встречаемся раз в неделю. Что произошло и чего не произошло по прогнозам за прошедшую неделю и чего нам ожидать, ну, скажем, в течение следующей недели. У нас будет три, так сказать, сегмента, как мы договорились, три сегмента программы. Ну, вот первый сегмент вот такой прогнозах на сбылись, не сбылись и на будущее. Пожалуйста. Благодарю, Майкл. Ну, нет сейчас каких-то вот событий, связанных с военной темой. То есть я, когда меня, ну, я, скажем, эту тему войны так освещал, в принципе, циклы войн, вот историческую тему. И меня часто спрашивают, ну, вы что-нибудь, ну, не то что, кроме войны, хорошим, правильно, расскажите, потому что это всегда навевает грусть. Но, с другой стороны, если мы раскрываем планы чьи-то, то эти планы, ну, скажем, тех, кто хочет развязать войну, они как раз вот маловероятные, что они к исполнению идут. Тут такая закономерная, интересная есть, эзотерическая такая тонкость. И поэтому, ну, например, по циклам войн война такая, которая соответствует 1941 году, по идее, уже должна быть, ну, несколько месяцев идти. Но ее пока нет, слава Богу. Поэтому то, что мы, чем больше людей, скажем так, осознают этого, осознанно этого не желают, то они выбирают себе другое. Вот эзотерическую тему такую поднять, что такое вообще время и свобода воли и выбор нашего, скажем, своего будущего, так же, как и коррекция своего прошлого. Вот прошлое и будущее, это как раз вот тема, это, кстати, интересная тема, которую можно... Простите, вы немножко замерзли на долю секунды. Повторите эту тема? Тема прошлых жизней, реинкарнации, например. Это наш второй сегмент нашего сегодняшнего вот этого выступления, этого интервью с астрологом Андреем Бухарином. Давайте мы все-таки, да... Значит, что по моим... Во-первых, нефть достигла уровня 50 долларов, и, как я понимаю, она сейчас пойдет вниз до 38. Ну, график, по крайней мере, который показан, присутствуется. То есть, это мои ожидания. То есть, это не значит, что это непременно произойдет. Ну, я, по крайней мере, предполагаю, что такое развитие событий будет. По евро-доллару, там у меня было, как бы, не совсем точное пропагание неделю назад. Андрей, я прошу прощения, мы договорились, что это будет третья часть нашей программы. А, вот так. Да, то есть, у нас первое, вот, о событиях, которые у нас произошли, происходят в мире, в России. Какие-то позитивные, желательно, конечно, но негативные, от них никуда не уйдешь. Ну, скажем, закончилась Олимпиада, вот, давайте об этом. Прошло полнолуние, полнолуние закончилось. Ну, и закончилось. Кстати, хорошо прошло довольно. Да, спокойно. По полнолуние, во-первых, там было полутеневое лунное затмение, и, как правило, на него обычно, ну, происходят некие, ну, по крайней мере, такие фатального характера события. Но так как эти затмения происходят, оно произошло, между прочим, 16-й лунной сутки, в общем-то, хорошее для практики затмение, то есть, опять же, коррекции прошлого своего. Но я бы сказал, что уже когда еще месяц назад мы разозвучили, что самое такое кризисное, это как раз вот эта неделя, которая начинается сейчас. Особенно где-то вот с 22 по 25 число, там и срединная точка на 25 попадает, то есть, это опасность для самолетов, такая повышенная становится. Это не значит, что в это время все самолеты какие-то проблемы имеют, но если они имеют, то, как правило, на срединную точку между затмениями. Вот, и чем ближе солнечное затмение 1 сентября 2016 года, тем эта ситуация, на мой взгляд, она такая осложняется. Осложняется чем? Ну, например, задержки вот сейчас уже идут, то есть, и в бизнесе, и народ, скажем так, эмоционально в таком состоянии, ну, тяжеловатом находится в таком. И вот сейчас я бы рекомендовал не грустить, то есть, не думать, что там все пропало, и если сейчас никого на месте нет, ну, придет время, появятся эти люди. Просто сейчас период оканчивать дела, то есть, сейчас не период начинать новые. То есть, хорошо бы закругляться, хорошо бы, ну, что-то вот прекращать, скажем так, приводить к логическому концу. Потому что сейчас циклы такие, убывающая Луна перед затмениями. Вот, и избегать конфликтов на религиозной почве, например, либо идеологической, потому что Марс в квадрате к Нептуну. Ну, по идее, один из показателей падения цены на нефть. Посмотрим, отработает или нет. Ну, по крайней мере, в этот период, на этой неделе. Ну, вроде бы, с 50 долларов пошла вниз уже. Хотя, отлетела и лично. Ну, что по Олимпиаде. Ну, Олимпиада закончилась, слава Богу, никаких терактов там не было. Праздник спорта прошел, правда, там были какие-то другие там обращения. Но мы это не будем затрагивать. Наша задача позитивно мыслить, а не, скажем, искать точки соприкосновения, а не точки разъединения. Да, и никто от вируса ЗИКа не пострадал, насколько мы знаем, слава Богу. Ну, это больше средства массовой информации, скажем так, страшилки такие. Вы знаете, страшилки, они и есть. У нас официально, насколько я знаю, зафиксировано несколько смертей младенцев, кстати, которые, матери которых были инфицированы этим вирусом ЗИКа. Так что это существует? Нет, это существует, но надо смотреть, скажем так, процент, на первых, смертей сердечно-сосудистых заболеваний. Это не сравнить, например, процент, например, гибели от алкоголизма, либо от ДТП. То есть это совершенно разные, ну, скажем так, не то, что на порядок, а на несколько порядков. Если от ЗИКа там ушло из жизни, к сожалению, я не говорю, что это не трагедия, там, один-два человека, десять, то от проблем с сердечно-сосудистыми проблемами уходят, извините, сотни тысяч. Вот проблема, онкология проблема, например, там. Вот что решать надо, то есть это, поэтому я и говорю, что это более распиарено. То есть эта проблема больше распиарена, чем она приносит, скажем, на самом деле, ну, скажем, имеет опасность какую-то для массы. Хотя я не отрицаю о том, что неким эпидемиям имеет место быть в будущем. Но для этого, кстати, для того, чтобы выжить и чтобы иммунная система была здоровой, ну, надо, вот опять же, заниматься, например, спортом, ну, и так далее, извести здоровый образ жизни. Несомненно, да. Да, затмение хорошо, между прочим, как раз, вот сейчас, вот, к первому сентября, очень хороший период, где-то вот с 29 по 31 для лечебного голодания. То есть хорошо поголодать, хорошо избавиться от вредных привычек, вот чтобы не заболеть этой зикой, да, там, бросать их. Простите, по поводу голодания, это, конечно, хорошо, только на Востоке существует очень четкая система, кому надо голодать, кому можно, кому нельзя. И это на Западе мало известно, это называется Доша на санскрите, то есть Вата Пита Катва, или это Конституция. Поэтому кому-то можно, кому-то нельзя. Скажем, обладатели, если можно так сказать, Ваты Конституции, им не рекомендуется, вообще-то говоря. Астенического телосложения таким обычным языком? Нервные, сухощавые, это ветер, ну, сейчас у нас не эта тематика, об этом мы говорим в других программах. По поводу, кстати, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний завтра у нас будет в эфире доктор Увайдов, известный врач, в данный момент находящийся, кстати, в Украине, интересный такой момент, по приглашению Министерства здравоохранения. Ну, сейчас мы говорим о, все-таки, да, о прогнозах. Хорошо, а что еще? Благоприятно делать, чего не делать? Ну, если можно, я по голоданию скажу. Ну, в принципе, до трех суток можно голодать без наблюдения врача, как говорится, в любой Конституции. Мы говорим не о сорокатенном голодании, а о таком, скажем, периодическом, ну, скажем, такое аскептическом. Оно происходит раз в полгода. Раз в полгода можно, скажем так, поголодать. Ну, особенно существует, скажем, в некоторых, не сказать, религиях, а в некоторых традициях, есть конкретные лунные дни, когда рекомендуется полностью воздерживаться от пищи. Называется, икадыши. Икадыши, да? 11-26, кажется, лунные сутки, да. Да, вот, в эти дни рекомендуется вообще воздерживаться от пищи. И есть специальные календари, которые эти дни как раз выделяют. Собственно, есть такие, да. Да. Ну, вот, поэтому эти дни, если вот мы, как бы, немножко вот так соприкасаемся с этой темой, то есть оно как раз, понимаете, вот сейчас и луна без курса, и, как бы, мы в месяц затмения, здесь даже лучше не столько прогнозы, сколько как раз ретро-згляд. В это время он более эффективный будет. Потому что сейчас время затмения даны как раз для того, чтобы не для начала новых дел, а для исправления прошлого. Вот почему даже я бы так рекомендовал, если можно, чтобы тренд ролепередачи пошел в этом направлении, скажем, с таким ретро-зглядом. Потому что вот те же, вот, например, голодания, оно же, например, одни сутки осознанного голодания, насколько мне известно, увеличивает фагоцитоз этих лейкоцитов в три раза. То есть, вы представьте, ну, лейкоциты – это как служба безопасности организма в кровеносной системе. Мы просто сутки голодаем, иммунная система в три раза сильнее становится. Вот, поэтому здесь, как бы, можно, я думаю, что можно голодать и тем, кто астенического телосложения, скажем так. Тем более, я могу сказать, я дипломированный медик. И заявляйтесь. Только, да, прочитанных, и личного опыта, в том числе. Что бы я еще хотел сказать. Кстати, по поводу ретро-взгляда в прошлое. Это помогает медитации, которые имеют отношение, ну, например, к коррекции прошлого. Есть различные техники по коррекции прошлого, просто затмение говорит, когда это лучше делать. Ну, вот астрология в чем помогает. Вот астрология объясняет, она объясняет, скажем, рациональные шаги. Дело в том, что все эзотерические науки, они описываются невидимыми планетами. Ну, Уран, Нептун, Плутон и так далее. А до этого планеты видимые, то есть от Луны до Сатурна, они как раз говорят, чтобы перейти к изучению эзотерических уроков видимых планет. И, кстати, последняя планета видимая – это Сатурн, планета Аскезы, системности, последовательности, структурности. То есть, когда мы уже обладаем этими качествами, тогда нам, ну, или в древности, скажем, разрешали изучать эзотерические науки. Так вот, первая планета, орбита, которая невидимая открывает – это Уран. А астрология находится под патронажем Урана. То есть, сначала надо изучить рациональные вещи. То есть, если мы изучаем астрологию, то мы понимаем, по крайней мере, когда что можно делать, а когда что нельзя с позиции рационального взгляда. Не по интуиции, а просто вот как дни Кадаши, те же, как вот затмение происходит, все, скажем так, после молитвы сейчас. Затмение прошли, все, начинаем как бы активно действовать. И следующее, после, например, после Урана, идет по интуиции наук, идет Нептун. Нептун – это вот тема, кстати, гипноза, тема каких-то вещей, которые имеют отношение к Нептуну. Ну, то есть, психология, психиатрия, например, та же в том числе. Потому что, если мы хотим освоить какие-то планеты, например, вы знаете, ведь не в каждый день гипнологу можно заниматься гипнозом. Существуют периоды астрологические, когда он может навредить. То есть, ну, там, например, негативные аспекты к Нептуну он надел, и в эти дни, например, нельзя, или в эти часы гипноз может быть во вред. То есть, он может, он войти-то войдет в подсознание, но так как планета Нептун, которая описывает именно под патронированием гипноза находится, гипноз, точнее, под патронированием Нептун, то, как правило, в это время допускаются ошибки серьезные и так далее. Я, например, знаю примеры, когда люди занимались рейки, и, ну, рейки – это много распространенное такое учение такое, а это уже, как я понимаю, энергия уже Плутона используется, то есть дальше. И там были вот такие, например, ну, без названия имен, фамилий, ну, кто в этих кругах общается, они могут знать потом. Лидер, ну, как бы специалист в этой области уходит из жизни от онкологии. То есть вопрос, ну, человек, вот рейки, она сама себе предполагает, что лечат от онкологии других в том числе. Как же сам ценитель уходит из жизни от той болезни, от которой он исцеляет своих клиентов? Объяснение такое. Вы знаете, он так работал, он каждый день принимал по 20 человек. Сразу стоп, вопрос. А каждый день и нельзя принимать. Не во все дни можно работать. Потому что в некоторые дни, которые астрологически есть, так называемые критические дни, например, притягиваются, наказанные люди. Я имею в виду, что, опять же, мы к перевоплощению подходим. Ну, например, в прошлой жизни человек был охранником в концлагере в каком-то, издевался над людьми, и сбежал суда, как бы обманул справедливость куда-то, сбежал в Южную Америку, дожил там до 100 лет, ушел из жизни. А здесь идет на воплощение, а долги-то остались. Значит, раз он должен, значит, ему дается с младенчества какая-то проблема, какая-то болезнь такая серьезная. И родители с этим больным ребенком носятся, думают, а как же его исцелить? И приходят, они обычно, я не говорю, что всех, я говорю, но именно в эти дни, то есть наказанные, они притягиваются, как бы вот, те, кто избежал, скажем так, божественного суда, скажем, на земле, они, ну, не обманешь эти законы, они притягиваются к целителю именно в те дни, когда, скажем так, астрологически написано, лечить нельзя. Почему? Потому что запрет, потому что не надо вторгаться в божественную волю. То есть он, тот бывший, грубо говоря, концлагерь, служитель, он должен отработать это. И вот, я вам просто объясняю, что если целитель вторгается и начинает в дни, в которые астрологически запрет стоит на лечении лечить, он это берет на себя. Вот это и объяснение, почему, как бы, целитель от онкологии заболел сам онкологией. Понимаете, ну, я, может, так как-то... Не-не, все абсолютно именно так. Понятно объясню, да? Абсолютно понятно. Я хочу немножко добавить, если вернуться чуть-чуть, вот, тему планет, которая проходит. Интересная вещь. Вот сегодня 22 число. В нумерологии существует два мастера, два главных мастера числа, это 11-22. И это все связано с Луной. И вот то, что вы называете Уран-Нептун, это можно провести аналогию с физической, скажем там, нумерологией, астрологией. Это две, их нельзя назвать планетами, это соединение, пересечение орбит восходящего Луны, северного узла Луны, это узлы называется, и нисходящего узла. Так вот, верхняя – это Уран, или это планета Раху, а нижняя – это планета Кету, и цифры 4 и 7. Так вот, 22 число в сумме 4 связано с Луной две двойки. Двойка – это Луна в физической нумерологии. И это те люди, которые очень необычные люди. Ну, скажем, самый простой пример – Ленин родился 22 числа. Вот, ну, мы знаем качество. Не только Ленин, там их много. Там их много, но самый такой великий наш кормчик. Вот. Если мы говорим, мы уже подошли ко второй части нашей программы, у нас в субботу-воскресенье, вот позавчера и вчера, было достаточно серьезное мероприятие, где принимал участие наш центр «Сангейтс». Это экспо, экспо называется. Туда съезжаются раз в году. В Чикаго съезжаются, называется это «Body, Mind, Spirit». И съезжаются люди, которые как раз такими вот эзотерическими, что ли, науками занимаются. И астрологи, и психологи, и выставка, там огромное помещение, несколько помещений было. Вот мы там принимали участие. И вот я делал, пришел один американец, я ему делал нумерологическую консультацию, я ему говорил о том, что прошлое, настоящее будущее, в принципе, это одна и та же точка. То есть, есть люди, которые читают, это называется «Акаши». Он, правда, не знал, что такое «Акаши», но это тема вот как раз таки прошлой жизни. Я говорю, ты веришь о том, что существует такое понятие «инкарнация»? Он говорит, верю. Ну, точнее, он долго думал, потом сказал, ну, думаю, что я верю. Ну, и мы пошли дальше. В общем, практически все так оно и было, судя по его дате рождения. А потом я ему порекомендовал пойти все-таки просмотреть прошлые жизни, поскольку у него дочь погибла. И на это есть причины. В молодом возрасте ушла. И вот совсем недавно, в пятницу, у нас была программа с парапсихологом женщина на Медиум. И вот мы как раз затронули эту тему о том, что только что вы говорили. Она, интересно, аналогию провела, но этого я не знаю, правда, я уже к этому времени уехал, но пресловутые 90-е годы. И те люди, которые, скажем, были, участвовали в этих криминальных разборках, и которые были убиты. И вот сейчас рождаются дети. И оказывается, есть статистика какая-то, не знаю, откуда она это взяла. Ну, вам виднее, конечно, о том, что те люди, которые участвовали в криминальных разборках, они как раз-таки, рождая сейчас, всплеск детей, которые рождаются с какими-то отклонениями от нормального ребенка, который рождается. И вот именно это то, что, к сожалению, люди не знают, и они, если они и получают, так сказать, реакцию на их действия, то, что называется карма, потом она может быть, если не в этой жизни, то и в следующей. Вот давайте об этом поговорим, как с точки зрения астрологии можно, ну, скажем так, спрогнозировать, вот, что было в прошлом, и что можно получить сейчас или в будущем. Интересный вопрос, я этим, кстати, думал несколько дней назад как раз. А про тему именно погибших в разборках криминальных в начале 90-х, в принципе, я тоже об этом задумывался, но как бы больше приходил к мысли, что воплощались они практически сразу потом, может, через год, через два после своего ухода. И, ну, это как бы, доказать это я не могу никак, понимаете, эта тема, опять же, такая нектунианская, то есть, это, скажем так, такие мысли, как гипотезы, скажем, ближе к этому. Что можно сказать по прошлым жизням? Ну, существуют, скажем так, астрологические исследования на тему, как определить, где человек жил, то есть, по заходящему лунному узлу, который описывает именно, где он проходил. Но, опять же, это надо иметь достоверные факты прошлого рождения, чтобы проверить. Хотя, есть интересный фильм, я его могу, ссылочку дать потом, после, когда запись радиопередач этой появится, где в Ирландии мальчик вспомнил свою прошлую жизнь. Вот мама своей сказала, мама, ты не моя мама, у меня там была другая, она думала, что у нее что-то с головой, там, стала психиатру водить. А журналист, ну, она искала, говорит, все нормально, живой, здоровый ребенок. И она в поиске была, потому что он все рассказывал, что он жил там на острове Бари, кажется, вот, что там, причем где-то в 70-х годах прошлого века, то есть, недавно. То есть, архивы все есть. И этим заинтересовался один журналист и, в общем, провел расследование вплоть до того, что нашли его родную сестру в том воплощении. Ну, тетя там была лет тогда 50, но она вся была, она сидела, когда мальчик альбом листал и рассказывал, вот эту собаку так звали, это так. Она думала, что кто ему рассказал все это. Я вам хочу сказать, таких случаев действительно много и фильмов много. Я, у меня тоже довольно большая коллекция этого всего. Там один был мальчик, которого привезли в Индию, и он нашел драгоценности, которые были где-то спрятаны в стене, и там вся семья это искала. Они знали, что там должны быть какие-то семейные, фамильные эти там драгоценности, но никто не знал, где они были спрятаны. И вот этот мальчик, когда приехал туда, мальчик или нет, мальчик, по-моему, короче говоря, нашел. Так что это действительно есть, более того, если мы будем об этом говорить, есть целые институты у нас есть. Институт много, и Моуди там писал книги, и институт Монро, который многие ездят, так что это существует. Здесь было бы здорово, если бы как раз даты, так как по архиву нашли, в общем так, забегая вперед, нашли, кем он был в прошлой жизни. То есть там же дата рождения его, можно составить же гороскоп его рождения, ухода из жизни и нового рождения ребенка здесь. И уже аналитику какую-то произвести и найти некую закономерность. Пока, например, в моей практике таких точных дат не было, поэтому заявлять о том, что за всю астрологию, что вот так-то и так-то, такие показатели, я не буду. Я говорю, что однозначно думаю, что здесь прошлое жизни нашей, он как бы прямое описание, что мы в прошлом, чему научились. Наверняка надо использовать астрокартографию, смотреть проекцию этого узла, на какие территории у него идет проекция, и там искать, ну скажем так, корни, где территориально человек жил и так далее. То есть я думаю, это на будущее, это кстати вот астрология 21 века, когда астрология уже будет иметь, скажем, не вот как мы сейчас кустарно, так инициатива там на любительском таком уровне, а вот когда на государственном, я хоть и профессионально занимаюсь, но все равно исследования провожу кустарно, потому что у меня нету никаких там, скажем, научно-исследовательских институтов с вычислительной техникой, штатам подчиненных, которые там это бы исследовали, то есть как бы должно быть нормальное научное, скажем так, заведение быть. Когда так будет, когда будут на самом деле такие институты работать, тогда мы можем большие массивы информации обрабатывать и давать выводы на эти вопросы в том числе. Ну, вы знаете, наши программы смотрят достаточно много людей, они услышат это о том, что вам нужен институт, так что все нормально. Мы с вами беседовали, я знаю, кем вы будете, вы мне сами сообщили, да, и с какими способностями вы обладаете, какие возможности это предоставляет. Так что, дорогие друзья, обращаюсь к нашим радиослушателям, я вижу на экране нас слушают и будут слушать, поскольку все программы записываются в YouTube, потом они выкладываются, потом в Facebook. Мы общаемся сегодня с профессиональным астрологом Андреем Бухариным, и сегодня мы находимся во второй части нашей программы, и скоро мы перейдем уже в третью часть нашей программы, которая называется финансовая астрология, кого-то это интересует. Сегодня как раз-таки, скажем, где-то была, или вчера была там некоторая дискуссия на Facebook, и есть определенное мнение, чего следует делать, чего не следует делать. Если это кого-то интересует, это будет интересно. Давайте мы продолжим тогда, ну, до того, как вы еще не имеете этого института со штатом работников, исследования. Вот что говорят ваши кустарные методы. Ну, во-первых, институт есть уже в виртуальном пространстве, уже есть и в фейсбучной странице, поэтому нельзя сказать, что мысли не материализуются. Притягиваются люди, единомышленники, и я уже не один работаю, поэтому, скажем так, я говорю, с позиции, когда государственная будет, это совершенно другая поддержка, чем когда человек, скажем, ну, на энтузиазм будет. Это раз. Во-вторых, ну, техники, ну, о чем говорим, о прошлых жизнях, да, вопрос, как это, я уже сказал, что исследовать надо, то есть, такие вот точные даты рождения брать, находить, хотя бы на примере этого мальчика из острова Бария, то есть, он же живой, надеюсь, здоровый. То есть, у него есть дата рождения, есть дата рождения того, ну, надо выходить просто, понятно, что это не публичная информация, но, тем не менее, для науки такие данные, они необходимы, чтобы посмотреть взаимосвязь. Я могу сказать способы, например, как кто вспоминает прошлые жизни, больше сказать, что, например, я помню свои некоторые фрагменты прошлых жизней, то есть, мне не надо доказывать, что вот верю я в это, не верю, и поэтому, ну, здесь вы общаетесь с человеком, который, как бы, лично это, скажем так, имеет этот опыт. Но, вы знаете, по-разному, во-первых, почему, первый вопрос возникает, почему не всем открывается, во-первых, прошлые жизни, и я пришел к выводу, к такому, что не открывается по двум причинам. Во-первых, чтобы произошла кармическая отдача долгов с теми людьми, с которыми должна произойти, и, второе, если человек психологически не готов это принять, ну, грубо говоря, у него там психическое расстройство наступит от увиденного. Например, вот я вам пример могу рассказать из практики, у меня был такой пример, когда, ну, так, пара была, долгое время жили они так, сожительствовали, потом решили расписаться, она продала жилье, дала ему деньги, чтобы он новое жилье купил, будучи беременной, а он эти деньги спустил, скажем так, и развелся. То есть, по сути, оставил женщину с ребенком без крыши над головой. Вот, если бы она знала заранее, что это будет, да, что этот мужчина так поступит, она бы наверняка бы не рожала от него ребенка. Но ребенку надо прийти было родиться и получить генетику от этого отца, от этой матери. Понимаете, и до тех пор была вот такая, ну, пелена, что ли, там, как угодно назвать, чтобы произошло, главное, и когда это событие произошло, где-то рождение, потом уже, как бы, эта ситуация, ну, ихни пути разошлись. Вот, а если вы, смотрите, в данном случае, если заранее мы даем, и человек видит, что там его, ну, именно квартиру, там, на миллион долларов, там, обманут, либо еще больше, на совместные какие-то дела с тем партнером, или с... Многие не пойдут. Ну, разумно полагают, думаю, а так, зачем это надо? А с позиции высшей справедливости она должна отдать долг, потому что по своей карме она в прошлой жизни его, грубо говоря, кинула так, и не раскаялась в своих грехах, и в этой жизни все поменялись, ну, скажем так, ролями, и палач со своей жертвой, и произошла отдача долгов. Кроме этого, многие жизни наши, потому что я лично в своей жизни некоторые помню, где меня убивали, и убивали даже будучи ребенком еще, там, ну, когда захватнические войны шли и так далее. Ведь не каждый это перенести может, потому что реакция, когда ты видишь, как на тебя заносится меч, и там, и дальше бьют, она эмоционально такая, что рядом думают, что человек, ну, не в себе, например, ну, он плакать начинает, например, там, и так далее. А это, опять же, если психика слабая, то зачем это травмирует? Ну, как бы, высшие существа, которые нас контролируют, они же видят оттуда, как я понимаю, ресурсы наши, ну, скажем, психологического, скажем, такого, ну, иммунитета, либо стойкости, правильнее сказать. Поэтому по этим двум причинам, которые я пришел к выводу, эта память не открывается, вот именно прошлое. Вот думайте, сколько войн прошло, вот даже вот Европу брать, там, в 20-м столетии две мировые войны, гражданская там здесь на территории России пошла, сколько людей погибло на этих войнах, почему многие думают, что это не они там, допустим, именно в тех концлагерях сгнили, вот, а это надо вспоминать, как там этот, в дистрофическом состоянии, кто там голодал, и как это, это, знаете, это, беречь надо психику людей, поэтому и берегут, если не готов человек это увидеть. И не все открывается, кстати, не значит, что, например, я видел свою жизнь от рождения до ухода. Нет, чтобы объяснить текущие, например, проблемы, именно просто из прошлого были. Ну, вывод такой, что все, кто нас в этой жизни как-то обижают, мы их обидели в прошлом. Поэтому все в высшей степени справедливо. Вот какая, допустим, я вот сделал вывод, что здесь нельзя так сказать, что я вот такой честный, белый, пушистый, а кто-то взял, у меня украл там 100 рублей и так далее. Просто несправедливость. Нет, все в высшей степени справедливо. Без сомнения, есть серия книг, есть достаточно известный, популярный и многим любимый такой человек, автор, Сергей Николаевич Лазарев. Он пишет «Диагностика кармы». Да, я читал. Да, ну, многие знают, многие читали. Это на Востоке, это общераспространенное и всем известное даже непонятие, это закон. То есть, это причинно-следственная связь, нету возмездия, это просто реакция. То есть, там где-то, ну, еще раз, восточная традиция, там где-то следят за порядком. И наказание, оно для нас наказание. То есть, земные законы, это земные законы, они тоже говорят, человек нарушил закон, ты должен нести ответственность. И незнание законов не освобождает от ответственности за нарушение этих законов. Но есть высшие законы. И вот высшие законы, они, естественно, немногим понятны, немногим принятны, потому что здесь очень такая тема. Но сегодня это все открывается. Поэтому вот то, что называется эзотерикой, эзотерическими, экзотерическими науками, сегодня это востребовано. Включая, кстати, астрологию, которую, ну, это наука, это понятно, но, тем не менее, многие отрицают это. То есть, относятся к этому как к гаданиям и так далее. Поэтому, когда мы говорим о вот таких вещах, то без сомнения надо быть очень осторожным. Вы знаете, я всегда привожу пример очень наглядный. Это моя личная трактовка, что такое карма. Значит, многие в детстве, ну, скажем, не знаю, как сейчас, а я читал «Волшебники изумрудного города», там «Незнайки», да? Так вот, «Незнайка на Луне», а там «Незнайка» совершал добрые поступки. Там есть такая глава. И вот он, когда совершал добрые поступки, ему дали волшебную палочку. И три добрых поступка, ему дали волшебную палочку. И он очень удивился, когда в какой-то момент у него забрали эту волшебную палочку. И он спрашивает, почему не забрали волшебную палочку? А он взял и превратил в осла, там, известного там персонажа. И когда он страстно удивился, перед ним появился волшебник и говорит, ну, ты же взял и превратил в осла. То есть, та карма, которую ты заработал в прошлой жизни, сегодня дает тебе плоды наслаждаться, скажем, быть богатым, быть успешным, быть любимым и так далее. Но если ты будешь использовать вот эти блага, которые якобы на тебя сыпятся с неба, золотой дождь, во вред, и ты потом получишь, соответственно, реакцию на вот эти вот все вещи. И не обязательно в этой жизни. Я этому человеку, которому я вчера объяснил, давал вот эту консультацию, ему привел пример, тоже всем, наверное, известно, и в России тоже, О.J. Симпсон, правильно? Никто не может доказать, что он убил свою жену. Я помню, много лет назад я наблюдал, когда пустой хайвей, едет О.J. Симпсон, а за ним едет порядка, не знаю, 30 полицейских машин. То есть, полностью перекрыли весь хайвей, он едет. А за ним едет 30 машин. Почему 30 машин едут? Ну, не знаю, почему 30. Ну, примерно. В общем, огромное количество машин. Они едут за ним и следят, они его не трогают. То есть, он куда-то едет. Он едет домой. Он приезжает домой, ему совершенно спокойно дают въехать в гараж. Он входит домой. А все эти люди там, все эти полицейские стоят рядом, там, на готове. Ну, короче говоря, он преступник, но надо еще доказать, что он преступник. То есть, презумпция невиновности, да, то, что называется. Это очень интересный момент. И всплывают какие-то факты. Ну, Джей Симпсон живет и здравствует. Ну, наверное, вы знаете, да, это известный спортсмен был. Вот. И чего будет дальше? Ну, считают, что он убил, но никто не может пока этого доказать. Короче говоря, если это так, то даже не в этой жизни, то в следующей что-то произойдет. То ли будет рождение, будет и так далее. Поэтому существует мнение, еще раз, ну, персонально, так скажем, если спросить меня, я с этим согласен. То есть, нету генетических заболеваний, особенно тяжелых. Есть, и это четко описано в физических текстах, есть просто кармические болезни. Вот и все. Которые сегодня называют генетическими заболеваниями. И это мы светлые и пушистые, на нас что-то падает с неба. И я это знаю не понаслышке. Я езжу в серьезные места и в Бразилии, где общаюсь с очень известными людьми. И рекомендация, вот John of God, Джон от Бога, да, по-русски это, в Бразилии. Первое и главное требование для человека, если ты хочешь, ну, не требование, а предложение. Если ты хочешь выздороветь, дорогой мой, я твою работу, я сделаю работу, я тебе буду помогать. Ты должен не просто простить всех своих врагов, ты должен их полюбить. Как это возможно, полюбить врага, когда человек говорит, да я же их. Да, 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 до тех пор, пока вот это и есть болезни. То есть, вот это и есть, вот это и есть то, что называется карма. И то, что мы совершили, мы должны понимать о том, что, ну, и мы в этом виноваты. Андрей, давайте, у нас время подходит. Давайте мы перейдем к тому, что называется финансовой астрологией. Вот, значит, смотрите, два слова, финансы и астрология, правильно? Астрология, я полагаю, так должны заниматься астрологи, а финансами должны заниматься финансисты или технические аналисты. Я 20 лет в этом, скажем, направлении нахожусь, как хобби, вот, хотя серьезно занимаюсь этим вопросом. То есть, есть два подхода. Есть подход экономический, скажем, анализируются какие-то экономические показания финансовые, состояние экономики там страны или определенного какого-то региона, валюты, допустим, то же самое. А есть другой подход, технический анализ. Вот я, скажем, технический аналист и считаю, что туда, и не только я считаю, туда вложено очень, в график вложено все. Так вот, как вы считаете? Ну, есть такое понятие, кесарево-кесарево, слесарево-слесарево, да? То есть, каждый занимается своим делом. Есть две оси, горизонтальная и вертикальная. Вертикальная ось – это то, что движение, скажем, цены, а горизонтальная – это время. Порядок изменения – время. С моей точки зрения, вот, я присутствовал при самых главных падениях и взлетах, начиная с 2000 года. Септембр-11 2001 года, 11 сентября. Я прямо там присутствовал, видел эти башни все и трейдил, что самое интересное. И 15 августа, то есть 24 августа 2015 года, последнее было, когда вот мы с вами обсуждали слухи о том, что что-то там взорвалось в Китае и так далее. На самом деле взорвалось или нет, это мы не знаем, но тем не менее, слухи такие были. Короче говоря, как быть в этом плане человеку, который и занимается и тем, и тем? Можно ли совмещать астрологию с трейдингом живым? Вообще нельзя. Это, ну, понимаете, вот с позиции, мы живем здесь на земле, имеем материальное тело, которое надо как-то, ну, кормить, там, одевать и так далее. Здесь, по крайней мере, это не вопрос не в том, что это же не консультируем какого-то убийцу, который там думает, как бы сделать какое-то преступление, правильно? То есть здесь прогноз, как погоды, так же, куда рынки пойдут, и будет возможность там заработать человеку или нет. Но здесь я больше изучаю не с позиции даже заработка, а с позиции подтверждения астрологии, что она наука. Но понятно, что, опять же, как я уже в начале передачи говорил, по уму-то надо делать, системно подходить и больше вычисления делать. Например, мои прогнозы по паре евро-доллара, они базируются на гороскопе к центральным банкам. Но центральный банк – это не одна константа, к которой надо отталкиваться. Есть еще дата первой эмиссии валюты, есть еще дата тех государственных образований, в которых эти центральные банки с этим эмиссией денег находятся. И они тоже как-то реагируют. Но гороскоп центрального банка, как из моей практики, он больше, скажем так, дает, процентов 70, скажем, он объясняет движение в ту или иную сторону валюты. Поэтому в формате радиопередачи я рассматриваю только гороскоп к центральным банкам, в данности ЕЦБ и ФРМ. И у кого, что по судьбе на данный момент идет. Если брать на эту неделю, здесь любопытно у ЕЦБ показатель идет. Очень может быть, даже сменится этот директор, кто там, председатель правления. Вот даже можно посмотреть, произойдет ли смена. Вот сейчас, 28 числу августа, 28 августа 2016 года, для евро на этой неделе, ну 28 это воскресенье, то есть по сути это неделя, особенно чем ближе к концу недели, тем больше. Показатели для евро отрицательны. А для доллара, к ФРСу, если вот мы посмотрим, там гороскопы ФРС на этой неделе, как раз вот к 28 числу положительные показатели. То есть такое явное расхождение. Поэтому мой прогноз, вот в период с 22 по 26 августа 2016 года, евро идет вниз, доллар идет вверх. Поверю, небеса, тут такое дело. Это мы рассмотрим, насколько это будет отражать действительность. По крайней мере, до этого, сколько мы рассматривали, не именно этот месяц, а вообще вот там не один год, где-то, ну очень прилично этот именно гороскоп Центробанков объясняли. Бывают периоды, когда эти, ну скажем так, прогнозы гороскопом Центробанков не объясняют вот трендов, но объясняют тогда события фундаментального характера, например, там в стране что-то происходит, какие-то принятия законов там или что-то, но при этом Центробанк как-то не влияет на эту, на курс валюты. Вот как-то не странно, то есть не все же Центробанк-то зависит. Вы знаете, ну вот, скажем, я специализируюсь на вот этой вертикальной оси и много лет этим занимаюсь. И, как я полагаю, вот здесь очень и очень серьезная была бы поддержка и помощь действительно астрологов. Почему? Потому что, ну есть какие-то, конечно, там видения и там, скажем, подходы к тому, когда вот эти циклы есть, но астрологи, они более точны, они более скорректируют, скажем, если я могу дать точно такой же прогноз человеку по нумерологии, по его дате рождения, то без сомнения астрологи это сделают гораздо более точнее и скорректируют циклы и так далее. Поэтому, скажем, это очень важно. Вот я, допустим, вижу о том, что если мы говорим евро-доллар, то в противовес, Андрей, вы уже меня простите, я видел, что мы идем вверх по евро, и это делал графики, и в реальное время я показывал о том, что мы идем вверх. Да, да, ну то есть существуют определенные законы, которые, кстати, универсальны. Сегодня я это попытался объяснить в одном чате, финансовая астрология. Дело в том, что существуют цифры Фибоначчи. Это и есть астрология, потому что это между планетами расстояние в определенном, скажем, пропорции, и тут даже говорить нечего. Но просто это, скажем так, не всем это понятно. Так вот... Интересные мысли есть тоже. Про Фибоначчи. Если их планетам, то каждый уровень соответствует какой-то планете, между прочим. Естественно, да. То есть на самом деле не так много знают людей о том, что цифры Фибоначчи, это вот та самая спираль, это та самая улитка, это золотое сечение. Это уже знают как бы все, да. Так вот, есть три важные уровня. Еще раз, столько лет анализирую графики ежедневно. Я это 80, более 80% вероятности, если мы пробиваем один уровень, то мы идем к следующему уровню. Пробиваем следующий, мы идем к следующему. Как минимум три такие уровня главные есть. То есть получается что? К примеру, астролог говорит мне, без имен, естественно, о том, что мы идем вниз. Но по моим прогнозам, будем так говорить, и по моим техническим анализам, мы не идем вниз, мы идем вверх, может быть, временно, да. Но мы без сомнения идем туда, потому что вероятность этого, статистическая вероятность 85%, ну, примерно 80-85%. Поэтому я независимо, и существует правило, если мы говорим про stock market биржи, существует правило, trade what you see, not what you expect. То есть ты должен трейдить то, что ты видишь, а не то, что ты ожидаешь. Независимо прогноз, есть прогноз. И 90% вероятности, это тоже 90% вероятности. Я читал, кстати, Павел Глоба, у которого вы учились, о том, что ему было, его дед ему сказал, ты не должен летать на самолете до 30 лет. Не знаю, есть ли это там печать, но где-то я слышал об этом. И он говорит, ну, вероятность, я полечу, и ничего не случится. Но мне сказали, зачем испытывать судьбу, как говорится. Он не летал, а после 30 лет стал летать на самолете. Вот, поэтому здесь та же самая история. Может быть, а может быть и нет. Поэтому надо быть в этом плане осторожным. Но астрологи, могу вам точно сказать, помогают. Причем циклы имеют значение. То есть есть у каждого человека, есть свои позитивные, есть свои негативные. Как вы это сказали, о том, что гипнологу не обязательно заниматься, гипнотизировать человека или лечить его с помощью гипнолога в это время, когда у него совсем не его цикл. Он может навредить. Или, опять же, питаться, голодать и так далее. Мы бросаемся во все, так сказать, тяжкие, очертя голову, без всякого понимания о том, что мы делаем. Кто-то делает. Там есть много анекдотов на эту тему. Хорошо. Ну, давайте продолжим тогда. У нас еще есть несколько минут. Что вы предполагаете, допустим, мы много раз говорили, что вот сейчас, скажем, по моим прогнозам, один раз в восемь лет, если мы анализируем три последних президента, которые были у власти, американских президентов, которые были у власти восемь лет, два срока. То есть, получается о том, что у нас есть возможность один раз в восемь лет что-то такое вовлечься, которое может принести нам какие-то серьезные бенефиты. То есть, вы правильно говорите, потому что любой, хоть астролог, хоть, не знаю, любой человек, он должен материально существовать. Мы не можем медитировать, если мы не обеспечены материально, если мы нездоровы, это тело просто не выдержит той медитации и концентрации на чем-то высшем, если у нас низшие не работают, нижние чакры. Поэтому этот момент надо учитывать, в общем-то, и даже те ученики, которых я им как раз-таки это и объясняю. Так вот, к выборам президентов есть прогнозы, я не буду говорить предсказания, хотя есть и предсказания о том, что все и очень страшно полетит. Ну, скажем, для нас слушают в основном люди, находящиеся на подсоветском пространстве. Ну, всех интересует, когда пойдет рубль, допустим, да? Ну, рубль, если доллар пойдет вверх, то вся валюта по отношению к доллару, хоть евро, хоть канадские, там их много, и включая рубль, пойдет вниз. Ну, логично. Так вот, если по прогнозам, еще раз, по техническому анализу, доллар будет очень высоко. То есть, в единицах, это сегодня 94, он будет 105, 108. То есть, то, что он будет 100-105, это будет означать, что евро будет ниже, чем доллар. Сегодня 1,12. Вот у меня прямо компьютер. 1,13, точнее, даже. Вот прямо сейчас. 1,13. Что это означает? Это означает, что это огромное падение в этой валютной паре, которое, огромное падение в смысле, в каком плане? То есть, если у кого-то есть какие-то возможности очень большие, то просто сейчас входить в эту позицию и держать ее до того момента, пока это поскочено. Ну, я помню. Когда это будет, скажите мне? Все-таки я бы рекомендовал на данном этапе, вот, понимаете, вот есть два, скажем, таких типа прогнозов. В целом, куда будет тренд валюты, либо там, неважно, погоды какой будет, либо, в принципе, это, ну, внешне, это как бы для всех события. То есть, у меня свой гороскоп, у вас свой, у радиослушателей третий, а курс доллара сегодня для всех нас одинаковый. Понимаете? То есть, это, вот, если мы то, что для всех одинаковое прогнозируем, это одна, скажем, это, скажем, коллективные прогнозы. А есть индивидуальные. Вот индивидуальный, он всегда покажет точно, трейдеру стоит ли сейчас торговать или нет, будет у него прибыль или нет. То есть, он может даже расшириться в противоположное, дать открыть ордер против тренда, но, тем не менее, график развернется, и в тот момент трейдер будет у компьютера, и там стекутся эти положительные, если этот период идет. То есть, стечение обстоятельств, в результате которых он в плюсе будет. Либо, наоборот, если отрицательные минусы. Также, кстати, у астролога. Не каждый день он может давать успешные прогнозы. Я уже замечал, кстати, на своем горьком опыте, что когда у меня негативные прогнозы, и я, причем не сейчас, а на дату прогноза, например, там какой-то, условно говоря, прогноз не получается. Как бы я не пытался, как бы так, обмануть судьбой, но все равно там публичный позор какой-то обеспечен, например, в это время. И в это время лучше вообще не давать прогнозы, и тоже как бы прорабатываешь в том, что ты как бы, ну, а тебе тишина не знает, и так далее. Вот поэтому здесь тоже надо понимать, что так как у нас идет программа такая, она не зависит от моих периодов, когда у меня хорошее, либо плохое, скажем так, личное. А оно же естественно, но не может быть у меня всегда либо положительная, либо отрицательная жизнь. Она из черных-белых полос. Поэтому какие-то показатели, прогнозы будут неточными, когда позитивные, они будут точные. В этом нет никаких сомнений, поэтому это и называется не предсказание, называется прогноз с более или менее долей вероятности. Я вам хочу сказать другое. Значит, когда я сказал в начале этого сегмента о том, что слесарю, как говорится, слесарю, кесарю, кесарю, я вот что хочу сказать. На моей памяти все-таки 20 лет на бирже находиться. Я знаком с очень и очень многими людьми, которые даже просто себя не афишируют, и им это 100 лет не надо. Как тем йогам, которые живут по тысяче лет, о них никто не знает и не верит, естественно, этому. Так вот, астрологи, естественно, все ищут, это называется Holy Grail, чаша Грааля, да, ищут сочетание вот этих вот двух осей. Было очень и очень много астрологов, которые, а если человек говорит, почему люди, скажем, относятся к этому как к предсказаниям. Ну, вот астролог сказал, вот у тебя неблагоприятный период, все, он будет об этом думать, и не дай бог что-то еще хуже. То же самое здесь. Астролог сказал о том, что, скажем, что-то пойдет вниз, что-то пойдет вверх. И вот эти астрологи, которые сами трейдеры были, на моей памяти было очень и очень много, которые полностью себя разрушили, как финансовое свое, так сказать, свое обеспечение, плюс еще тех людей, которые были в это вовлечены. Я не помню и не знаю, может, я этого не знаю, ни одного человека, который именно использовал вот эти две, и все это совпадало. Более того, я вам могу сказать, существуют вещи, о которых никто не знает, условно говоря, никто, только вот там, скажем, те люди, которые этим занимаются. Существует такое, слышали ли вы, команда, она называется Plunge Protection Team. То есть команда, общество, засекреченное, дико засекреченное. Масоны там рядом не стояли. То есть это команда. Если маркет летит вниз, они начинают покупать этот маркет. Начинаются какие-то дикие объяснения, ошибка компьютера. Значит, я присутствовал при этом, когда в течение пяти минут, пяти минут, все свалилось на тысячу поинтов. Да, у Джонс, тысячу поинтов. И за следующие пять минут все вернулось на свое место. О чем идет речь? Количество контрактов, фьючерс-контрактов, какого-то индекса, причем самое главное индекс, S&P 500, 500 крупнейших корпораций Америки, сто тысяч контрактов или несколько сот тысяч контрактов было сразу в одну секунду, в долю секунды было продано. Что это означает? Во-первых, это видят все. Если кто-то продает такое огромное количество контрактов, это означает, что что-то произошло. Кто-то всегда владеет информацией, кто-то раньше ее получает. Это означает, что все компьютеры, все доединовы. Сегодня нету живых трейдеров, их практически нету. Поэтому, если мы когда-то видели на бирже, на флоре это называется, стоят люди, которые там махут, машут руками, там эти бумажки летят. Сейчас этого нету. Все компьютеризировано. То есть, это идет война компьютеров и программы этих компьютеров. Кто быстрее есть? Такие компьютеры, которые нам и не снились. У меня есть компьютер, который стоит 7 тысяч долларов, допустим, построенный. Но это ритейл, это, скажем, там, который, но он и в подметке не годится, компьютер, который где-то у кого-то там есть, у каких-то серьезных сил. Короче говоря, это называется триггер. Это спуск, курок. Сразу все компьютеры начинают продавать, когда они видят такие вещи. Это означает, что все это увеличивается, вот как лавина, ее невозможно остановить. Все. В течение минуты люди теряют целое состояние. Выбрасывается там, кончается самоубийство. Я при этом присутствовал лично. Более того, я точно таким же образом проигрывал. Проигрывал. И действительно, никакой астролог, никакой трейдер, стопы не срабатывают. Почему? Потому что стопы, ну, во-первых, они в порядке очередности. Во-вторых, у вас нету возможности трейдить 100 тысяч контрактов. Для этого надо иметь где-то несколько миллионов на своем аккаунте. Это означает, что там существует, во-первых, порядок очередности. Вы никогда не обгоните компьютер. Там сразу автоматически все поставлены заказы и поставлены все эти стопы. И чем больше количество контрактов, первая очередность именно за ними идет. То есть, мы, трейдеры, один-два контракта, которые я трейдеру, мы в самом низу. То есть, это называется триггер. И пока дойдет очередь, оно доходит донизу. Вы продаете, после этого оно резко идет вверх. Так построена система. Более того, все вот эти высшие силы. Ну, так это система, получается, трейдер всегда в минусе обычной. Да, как хаос, всегда выигрыши, имеется в виду казино, всегда выигрыши. Да. Единственный момент, надо быть действительно очень осторожным. Не надо ставить все на все. Скажем так. Я хочу сказать, что в такие дни, когда обнуляется депозит у трейдера, однозначно, астрологически объясняются эти периоды. Как периоды, там, очень крупных финансовых потерь. День даже. Это все, ну, нормальный профессиональный астролог. Это не так, что ничего не было и произошло. Такое не бывает. Это должны быть в гороскопе трейдера показатели на убытки крупные. И в эти дни, как раз, если у него есть астролог, который его ведет, в течение недели либо месяца показывает, что в эти дни я не рекомендую, ну, я, например, вот консультирую так, я не рекомендую вообще в рынок входить. Просто закрыть вообще никакие ни стопы, ничего. Здесь просто убыток идет. А там, допустим, от этого числа вот до этого, там, два дня есть в плюсе. А может быть, потом две недели вообще не надо входить на рынок. Там одни, и в эти дни, которые не надо входить, и, как правило, происходят эти негативные события. Кстати, героскопы трейдеров вы имеете вот так массовые, по ним можно по ихнице переведить, где провалы будут, если там массовые попадало. Да, поэтому, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, если вы слушаете нашу программу, и вас этот вопрос интересует, то я вам советую обращаться к профессиональным астрологам, коими является Андрей Бухарин, который сегодня у нас, у меня на экране, а у вас в наушниках или в динамиках. На Сан-Гейс Радио. Да, на Сан-Гейс Радио. И мы встречаемся с Андреем Бухариным по понедельникам. Время нашей программы 8 утра Чикаго, ну, примерно час. И в Москве это время 16 часов. Программа записывается. Там сейчас задержка какая-то есть, несколько раз прерывалась, поэтому будет рассинхронизация звука и изображение. Не судите строго. Я лично приношу вам свои извинения по этому поводу, но главное информация, правильно? Информация. Центр Сан-Гейса центр информации, которая может быть использована в пользу. Это ценная информация. Мы не даем своих рекомендаций, если вы захотите, пожалуйста. Но это пока просто информация, мнение. Дорогие друзья, на этом разрешите закончить нашу программу. Андрей, мы с Аватаром передаем вам свою признательность и за ваше время, посвященное центру Сан-Гейс, и за ваше профессиональное мнение, которое очень и очень ценно для всех слушающих нашей программы. «Благодарю, Майкл, благодарю всех радиослушателей, которые также потратили время, прослушивая нашу светскую беседу. Мы тут валан светской беседы, как говорится, метали из угла в угол». Это формат такой, формат выбранный. Простите, это не сырье, это не театр одного актера. «Я хочу сказать, мне легко общаться здесь, я не устаю. Нет потери энергетической такой, очень легкой. Здорово, что вы так это придумали. Потому что я поначалу, когда предлагали, что раз в неделю отдавал, я просто уставать буду. А я довольно отдохнул, пообщался и сейчас дальше за работу. «Я этому очень рад. Еще раз, это тройное W sungatesradio.com sungatesradio.com и это наш скайп sungates 108. Если кому-то надо оставить свои замечания, предложения или вопросы есть, пожалуйста, пишите нам. или напрямую к Андрею давайте там он ваши циклы, а я вас научу, если захотите, как все-таки пользоваться этими циклами в трейдинге зарабатывать деньги, что в общем-то и делаю. Кстати, я лично пользуюсь моим, скажем так, месячным гороскопом благоприятных, неблагоприятных дней. Как? Мне даже интересно, как обратная связь попадает, потери есть какие-то? Вы понимаете, с тех пор, как я начал заниматься форексом, foreign exchange это называется, для нас это foreign exchange, для меня, потому что открывается Лондон, когда у нас ночь, с тех пор у меня есть возможность оставлять позицию, потому что если мы трейдаем фьючерсы, я не трейдаю уже больше стаков, это слишком неинтересно мне, то фьючерсы занимают огромное место, слишком большая маржа, это по-русски называется, то есть, надо иметь большие деньги, это не мое, так скажем, priority, не мой приоритет заниматься стакт-маркетом, SunGate Radio, SunGate Center, это совсем другие, в общем-то, все другое, это body-mine, это это оно отрабатывает, что периоды убытков, когда в основном, в основном, да, как и в любом прогнозе, есть вероятность, да, то есть, я веду свою статистику, да, оно работает, и несколько моих учеников пользуются вашими, в общем-то, рекомендациями в качестве годовой подписки, скажем так, обратную связь надо обязательно, чтобы насколько оно соответствует, потому что это как бы больше уточнять будет, ну, в общем, да, то есть, можно сказать, вывод, что мы используем именно, какой метод прогноза, индивидуальный, не коллективный, что вот там Dow Jones пойдет туда, и все торгуют вот это, а индивидуальный, потому что график никогда не идет линейно, он колеблется там два шпиля вперед, три назад, и так далее, поэтому здесь индивидуально все надо смотреть, если по сути сегодня день успешный, вот сегодня надо заниматься делами, и человеку успешно все то, что оно колеблется, вот столько, сколько у меня тут всяких этих квотс, это называется, и сколько там в соседней комнате мониторов метровых, скажем, то, конечно, колеблется, да, но давайте напоследок вы нам какой-нибудь такой вот, скажем, позитивный, давайте вывод немножко, знаете, вот эта неделя, я хочу сказать, что сейчас чем ближе к затмению, и сейчас серединные точки, она довольно кризисная, то есть она не такая уж мягкая, гармоничная, потому что на этой неделе Марс сформирует два аспекта таких довольно очень, но особенно где-то вот с 23-го по 26-й, по 25-е число негативных, особенно вот где-то в районе 24-го, даже 25-го, я бы сказал, 25-е число какое-то очень кризисное, оно отмечено, кстати, у многих как кризисный день. Сегодня еще хороший день, сегодня Меркурий, мы вас потеряли, повторите, пожалуйста. Сегодня 22-го числа он день, в общем-то, был, ну, уже, собственно, и проходит он, гармоничный, и гармоничный будет 28-го, даже, я бы сказал, бы 27-го, то есть выходные, когда Венера будет соединяться с Юпитером, в общем, там, Меркурий с Венерой соединяется в понедельник, 29-го, ну, скажем, на 28-го еще августа, это фонит. Выходные, они более мягкие, вот более кризисные, это я бы отметил такой на этой неделе, это вот четверг, 25-го августа. Опять пропали. 25-го августа очень кризисный день, вот я на это хочу обратить внимание. Вот поэтому этот день, ну, вот, как бы, надо избегать конфликтов, особенно на идеологической, религиозной почве, избегать алкоголя, то есть избегать, я бы даже не рекомендовал в этот день, особенно вечером, ну, процедуры, водные процедуры, то есть опасности от жидкости, кстати, вот гипнозу, там гипнозом лучше бы не заниматься вечером, то есть день кризисный, то есть 25-е число очень выпадает на этой неделе, заметный день, как день опасный, очень серьезная опасность несет, поэтому на этот день я бы не рекомендовал важные дела делать, берегите кости, сухожилия в течение дня, а вечером опасность от огня и воды, то есть вообще день такой неприятный, еще плюс 23-е лунные сутки кризисные попадают на этот день, то есть, так, луна в близнецах, это значит, опасность идет больше на голосовые связки, берегите органы дыхания и руки, плечи, ну, вот, то, что, скажем так, под протекцией близнецов находится, ну, вот так, если кратко. Понятно, хорошо, спасибо большое, мы встретимся с вами, это будет уже, что, 31-го, 21-го, мы встречаемся с 31-го, а 1-го, 31-го числа, почему-то, 29-го, понедельник, 20, да, простите, 29-го, календарь неправильно идет, значит, 29-го, то есть, это будет означать, мы встречаемся с вами перед солнечным затмением, но уже после этого как раз проанализируем эту неделю, как она, да, и поговорим о будущей неделе, там серьезная будет все-таки состояние, там Меркурий идет ретроградный, 30-го числа, да, и 1-го числа, 1-го сентября будет солнечное затмение, посмотрим, какие... Он уже чувствуется, уже начнет за недельку, уже этот торможитель, где-то с 25-го начнется уже такой остановки. Хорошо, тогда всего вам доброго, спасибо, удачи, успехов, продолжайте бегать. Я всем желаю здоровья, счастья, благополучия, изобилия, духовный рост. Только не на рекорды бегайте. Нет, для здоровья, гармония, надо соблюсти гармонию, здесь не надо и гиподинамию, и гипердинамию, то есть надо посередине. Бег трусой, да, как говорил академик Амоса в свое время. Я вообще на самокате ношусь, знаете, как хорошо, позвоночник не сотрясается. Это правда, и колени, это все-таки шамеры. Хорошо, всего доброго, и до новых встреч, дорогие друзья, спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова